Музыка Всем привет! Это город Самарканд. Мы находимся на Лавандовой ферме. Сегодня у нас очень интересный выпуск, а для начала я вас познакомлю с основателем этой красоты. Друзья, знакомьтесь, владелец данной фермы Османов Сервер Идемович. Всем привет! Ну, в первую очередь, конечно, рад, что у меня появилась такая возможность рассказать о нашей ферме. Мы частенько рассказываем о ней, но, наверное, лишняя возможность она никогда не помешает. Нашей ферме 7 лет. Если этому бизнесу моему чуть-чуть больше, может быть, лет 8-9 я занимаюсь озеленением, но 7 лет назад мы стали владельцами вот этого участка, нашей организации, наша фирма. И с тех пор мы заложили на этой территории свой питомник растений. Изначально мы питомник растений, мы заложили здесь свой питомник. И начали выращивать наши декоративные растения, кустарники, среди которых было, ну, наверное, где-то около 70 видов растений. 70 видов растений – это здорово, это классно, но лаванда нам полюбилась больше всего. Мы ее стали высаживать, размножать, перестали ее продавать. Так создалось вот такое вот небольшое лавандовое поле. История, конечно, интересная. Мы, прежде чем понять, что нам это интересно, что нам интересно приглашать сюда туристов, гостей, любителей красоты, мы просто выращивали свои растения, мы их продавали, привезли как-то на экскурсию большое количество гостей, стали показывать наши растения, стали рассказывать, что этот кустарник там-то применяется, этот кустарник там-то применяется. Напекли им печеного, напоили чаем. Но они нашу лекцию слушать не стали, побежали в три ряда лаванды и стали фотографироваться фоне лаванды. Среди этих людей были представители, которые связаны с туризмом. Вот они и подали такую идею, сказали, вы видите, как людям интересно, людям увлекательно. Ну, тогда я и начал смотреть какие-то репортажи, какой-то материал, какие-то аналоги лавандовой фермы. Увидел очень красивую лавандовую ферму в Канаде. И так и зародилась вот эта идея. Попадая в начале в некий Прованс, лавандовое поле, мы можем пройтись по ферме, попасть в китайский сад, можем пройтись по русскому саду, можем пройтись по узбекскому дворику и познакомиться, увидеть схожие черты в садово-кварковой архитектуре Европы, Центральной Азии, Средней Азии. И схожие черты, и также их различия. Хотя, вся ландшафтная культура мира, она все-таки немножечко похожа. Наши сады в Чорбах, регулярные сады Европы прекрасные, они очень сильно похожи. Вот это и было одной из наших идей, которую мы сейчас пытаемся поплатить. Все сады, о которых я рассказал, они, конечно, пока еще в процессе становления. Высажены растения, создается какая-то инфраструктура, подсажены растения и кустарники. Все это сделано с использованием ландшафтных приемов. Ну, конечно, заработают это не сразу. И растения работают не в первый год. И композиции из этих растений, они тоже работают не в первый год. Но, кто создает сад, тот теперь в будущем. Вот дуб, вот дуб, вот дуб, и вон дуб. Это, представляете, какая территория будет здесь? Пять дубов, около десяти сосен. Масса кустарников, хвойники. То есть все растения в Восточной Европе, все растения, которые позволяют нам сказать, что здесь будет русский сад. Конечно, самые любимые, это вот эти двески. высажены небольшие дубы, которые с годами начнут давать нам здесь тень. Вот только вчера мы закончили дорожку. Я думаю, что мы нашими садами можем показать, что мир един. Потому что мы все должны дружить. Я в Узбекистане создаю и французский сад, и русский сад, и наш узбекский сад, и китайский сад. Поэтому, я думаю, что вот чем нужно заниматься в жизни. Одна из идей нашего сада, это сохранение местных видов растений. И причиной этому стало мое знакомство с уникальным человеком, с директором Ботанического сада Киевского государственного университета Юрием Викторовичем Наумцевым. который полюбил наш сад, заставил нас полюбить свой сад Тверской, в котором я уже был не один раз. Юрий Викторович, приезжая к нам, постоянно дает какие-то советы. И одна из наших идей, кстати, концепция нашего сада, сад в центре Шелкового пути, это тоже была задумка наша общая с Юрием Викторовичем. И сейчас, наводя порядок, скажем так, вот вы сейчас видите посажен газон, он быстрее же, мы его поливаем, но наряду с этим мы оставляем и местные растения, наши, скажем, земляки, наши самаркандцы и большинство людей просто называются сорняками, они бы их, наверное, срывали. у меня нет оснований убирать вот это растение, это цикорий. Рассказывать о цикории, наверное, пользуется на YouTube нет смысла, все знают, что такое цикорий, да? Вот получились прекрасные заросли мальвы, для которых ничего не нужно, нужно просто ей не мешать. Видите, как получается, как она разрастается красиво, эта мальва. То есть, мои ребята, когда делают стрижку, когда работают какие-то какими-то делами занимаются благоустроительными, они обязательно обходят эти растения. Дальше у нас находится наш мини-зеленый кинотеатр. Сюда приходят гости нашего сада, мы им раздаем пледы, им раздаем подушечки, и они лежат, смотрят сильно на вот этом вот экранчике, лежат на газоне. А рядом находится наш китайский сад. Теперь мы заходим в наш китайский сад. концепция китайского сада это минимализм, красота, тишина, звук водички и тишина природы. Сад тоже в разработке, пока ждать от него многого не приходится. каждое растение, которое вышло здесь, каждый элемент архитектурный, который здесь создан, он, наверное, заработает тоже не сразу. Основой сада является вот этот вот пруд небольшой и два или три цветника, в которых растет очень небольшое количество растений. Потому что все-таки концепция китайского сада это минимализм. Это философия китайцев. Здесь у нас растут пионы. Красивая коллекция пионов. Там растут необычные сорта ив. Злаки. Мальва. Которая сама начала расти. Мы не мешаем. И небольшая коллекция лилейников. А здесь весной были красивые цветения алиумов лук. Дальше мы можем пройти в наш узбекский двор. Конечно все интересно Прованс Китай Русский сад но какой же Узбекистан без быта наших узбеков. И в отличие от тех красивых и шикарных мест которые наши гости видят в нашем Самарканде на самом деле узбек и каждый житель нашего села я сейчас говорю о селе он живет более проще он живет более скажем так уютнее где все сделано его руками где все сделано его сердцем где все сделано так чтобы ему было комфортно в своем доме и мы создали вот такой вот небольшой узбекский дворик в котором есть кухонька в национальном стиле есть такая небольшая беседочка в которой мы рассказываем о наших традициях о нашем быте о нашем садово-парковом искусстве среднеазиатском и вообще о садовом искусстве средней Азии тут использованы конечно же идея идея сада и огорода она не нова для средней Азии потому что ну две причины для этого в средней Азии не так много земель для сельского хозяйства и нашим людям приходится совмещать плодовый сад с огородом на одной территории во вторых это защита от палящего солнца тех же самых овощей которые высажены в наших огородах так же самое вот в этой беседочке мы использовали в виде декора такие вот элементы как колесо арбы с которым мы сделали люсту камышом закрылись от палящего солнца ну а вот этот вот красивый материал он показывает какая веселая открытая душа у нашего народа ну и любым элементом быта любого народа является кухня не исключение наша кухня в которой мы поддерживались строго традиций нашего народа нашего региона мы не делали ничего вычурного все это настоящее здесь готовится хлеб здесь готовятся очень вкусные наши блюда и самаркандский плод очень вкусные весны блюда и все это создано в первую очередь для нас самих мы сами живем тут мы сами здесь питаемся мы сами для себя все это готовим но когда у нас бывают гости мы делимся с ними искусством приготовления першек искусством приготовления плова в натуральных условиях проводим мастер-классы и наши гости имеют возможность сами прикоснуться к нашему вину в этом году у нас неплохой урожай конечно же какая Средняя Азия какая Европа какой мир без винограда вот эти виноградники были здесь до того как мы пришли сюда и уважение к моим немецким наставникам у меня есть наставники из Германии которые помогали тоже мне создавать этот сад они очень солидного возраста люди и первые когда мы пришли сюда прям когда мы получили эту землю первые когда мы пришли сюда они сказали ты не должен убирать виноград поэтому виноград остался мы его облагородили в прошлом году был очень хороший урожай в этом году урожай будет нас радовать я думаю здесь рядом с виноградом есть красивые цветочки такая вот дорожка в сельском стиле растет тысячелистник по соседству с виноградником и осенью и зимой у нас есть возможность наслаждаться у нас у наших гостей наслаждаться по данным это виноградника и 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 Еще одна из идей, это, конечно же, вовлечение наших жителей, наших гостей нашего города, жителей нашего Самарканда в процесс знакомства с природой, в процесс изучения растений. Помимо лаванды у нас, я уже изначально говорил, что в нашем питомнике было очень много растений, они еще есть, и очень большую часть этих растений мы высаживаем у себя для создания наших ландшафтных композиций, наших пейзажей. На данный момент более ста видов растений разрастает в нашем саду. Сейчас цветут гортензии, шикарное цветение гортензии. Я думаю, что вы увидите это цветение. Мы создаем розарий, в который привозим одни из лучших сортов, мировых сортов роз. По одному, по одному экземпляру я собираю в этот розарий коллекцию. Продуман календарь цветения. Из самой ранней весны начинают у нас цвести луковичные, кульпаны, ирисы, нарциссы, вандыши. Потом идет цветение одного кустарника, второго кустарника, третьего кустарника. Эти кустарники растут и в одиночных посадках, и в композициях. Мы пытаемся показать всю красоту природы, красоту каждого растения, которое есть у нас в коллекции. Туризм, мне кажется, что сейчас очень большое внимание в нашей стране уделяется развитию туризма. Как внешнего туризма, скажем, входящего к нам, как исходящего туризма, и местного нашего туризма. И я прямо обеими руками согласен с проводимой политикой в этом направлении. Потому что, наверное, самое запоминающееся в нашей жизни, одним из самых запоминающихся, это является наше путешествие. Поэтому и мы тоже очень вовлечены в этот процесс. Насколько возможно, мы стараемся внести свой вклад. Чтобы гости нашего города, помимо наших традиционных памятников, о которых знает весь мир, из-за которых люди приезжают с разных точек нашей планеты, они могли отвлечься еще немножечко и на такую красоту, на такую природу. Сергей Редемович, благодарю вас за то, что согласились дать интервью для моего канала. Желаю вам процветания, вашим садам, полям. И приглашаем всех друзей, туристов, чтобы увидели такую красоту, частичку Прованса, частичку небольшой Франции, которая у нас находится в Самарханде. Спасибо вам. Я, конечно, масса красивых интервью. Моя душа, мое сердце, оно находится в поле. Я целый день сам со своими рабочими встану, что-то придумываю, что-то создаем. И все мои интересы, они там с лопаткой, с секатором, со шланью и с водичкой. Спасибо вам. Спасибо. 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 Друзья, это еще одно новое место для посещения в Самарханде. Окунитесь в атмосферу французского Прованса. Добро пожаловать в Самарханд. Спасибо. 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 Спасибо.